На то, чтобы оказаться в числе великолепной восьмерки, претендует весь основной состав национальной сборной по тяжелой атлетике. А это 25 человек. Попасть на соревнования такого уровня – все равно, что выступать на Олимпиаде, говорит главный тренер сборной. Все то же самое, только чемпионат мира проводится ежегодно. Из восьми человек, которые поедут, они все будут бороться за медали. А уж какого достоинства они окажутся, покажут помост польский. Настраивать спортсменов не надо. Они сами все знают. Чем больше поднимешь, чем больше используешь подходов, тем ближе будешь на листалу подхода. Супер-тяжеловес Чингис Магушков в сборной 10 лет. Выступает в весовой категории свыше 105 килограммов. Собственный вес около 190 килограмм. Опыт участия в соревнованиях мирового уровня у спортсмена есть, но цель все же попасть на Олимпиаду. Я участвовал в чемпионате мира. С олимпийским чемпионом рубились мы. Один килограмм проиграл. Прошлось остаться. И после травмы я два года не уступал. И вот сейчас после долгого затишня сейчас обратно начал. Выиграл в этом году чемпионат России. И сейчас готовлюсь к чемпионат мира. Все дни в Сочи у спортсменов насыщены тренировками и восстановительными процедурами. Для национальной сборной это первые установочные сборы. Здесь тренерский штаб сборной проанализирует состояние и возможности спортсменов. Великолепную восьмерку, которая отправится на чемпионат мира, определяет на следующих сборах в подмосковном Чехове. Ставки тренера Александра Венкова на грядущий сезон велики. Это два олимпийских серебряных призера, чемпионы Европы, а также чемпион России 2013 года Владислав Луканин. Член сборной настроен попасть в тройку сильнейших. На пик формы не вышел. Но в планах хорошую результаты показать. На чемпионате России был результат 156 фигур в тесто, 25 в толще. Но я думаю килограмм на 15 в сумме двоеборья надо будет превышать. В настоящее время на территории Южного федерального центра спортивной подготовки строится универсальный спортивно-тренировочный центр, в котором будет оборудован еще более современный зал тяжелой атлетики. Планируется, что в новом зале смогут заниматься не только члены сборной, но и сочинские тяжелоатлеты.